Хотел бы подочить, что было. Уважаемые слушатели хотели бы услышать, как он нападет. Если вы рассказываете, что вы очень-очень. Все. Если вы рассказываете все, то мы отсюда не уйдем. Это звук. Я вместе обречу, когда финансово, собственно, мне кажется, Петал Рудович сказал очень важную вещь, а именно о том, что китайцы будут ждать жуткую границу. Давайте от этого сегодня поговорим. Значит, для начала истории в этом году 70-летний Казахстанской конференции, которая была принята модель управления финансами. Сначала заводная, потом, в 1931 году, генеральная. Китай находится в рамках этой системы. Она составляет ее часть, хотя внутрь своей системы микроволепозуками. Хотя можно отметить, что последние 8 лет при Худзинтау в общем, все действовало в соответствии с заменами. Как работа в рамках этой системы? Она в себя включала. Она именно в Кабаринитной. Агенты считают, что бреднамутская система была внедрена в 1971 году, когда отделили золото. Это не так, но в том, что бреднамутские институты, МВФ, Мировой банк и ГАТАТЭ, которые именуются в РТУ, никуда не делись. И никуда не делся еще один главный институт, без которого вообще все это не работает, это миссионный центр, то есть Федеральной резервной системы. Все эти институты работают, но нужно отметить одну очень важную вещь, что все они делают одну единственную вещь. Они перераспределяют ту прибыль, которая образуется в экономике, доллар, за счет эмиссии долларов. Эмиссия бывает разная. Эмиссия бывает денежная, а бывает кредитная. Когда ее создают банки, увеличивается банковский материал. Использовалась и та, и другая. Но и тот, и другой механизм эмиссионный, он работает только на расширяющихся рынках. С 1947 года, то есть когда война закончилась и началась первая программа расширения доллара, плана нашего, а это была система, которая была построена на расширении сферы оборота доллара. Прежде всего, эта программа работала в Западной Европе. Как она работала? Очень просто. Что такое было западное Европе в 1946-1947 годах? Это были крупные битвы кирпича. Теоретически, можно было бы за счет тех денег, которые идут и спрятаны в Швейцаре, построить завод, который производил МСНС. Но есть проблема, кто эти МСНС купит в этой самой Западной Европе, в сегодняшний день. Я надеюсь, что уровень жизни в Западной Европе до середины 50-х годов был абсолютно такой же, как у нас. Это очень хорошо видно на фотографиях. Нашу ситуацию конца 40-х, начала 50-х, мы в общем ходе без этого знаем. Никто у нас Мерседес выкупить не мог. И в Европе его практически никто будет выкупить не мог. Вопрос. Как же Алис, ваше представление, тогда выкручивается? Свет следующий. Механизм главного и главного маршала – это открытие рынков Соединенных Штатов Америки для западноевропейских стран. То есть они то, что они стали производить, они продавали в США. От этого у них делись деньги, и они через эти деньги начали создавать длинный спрос. Но долго. Потому что в США они продавали за труд. Я напомню, в 45-м году в Соединенных Штатов Америки были экономика США, которая составляла больше 50% мировой экономики, и только в Москву, что было оправданно. Следующая программа – это так называемая «Японская экономическая чипа». Я когда читаю лекции, я очень часто задаю вопрос, в каком году началась самая «Японская экономическая чипа». Называют разные годы, да, как называют 46-й, кто 55-й, но, опять-таки, Петр Атольфович уже сегодня назвал «день и час», когда было принято решение о начале «Японского экономического чипа». Это 1 октября 1949 года, когда Манузыду из Пекине был поселствователь китайской народной республики. В тот же момент Соединенных Штатов Америки были решены открытыми США для Японии, Тайваня и Сингапура. Началось их экономическое чипение. Все эти байки, продажи в Сингапуре, там, великие руководители, еще что-то. Когда для вас открыт масштабный «Сингапур» абсолютно неограниченный рынок, любой идиот не найдет в порядок. Следующая страна, которая получила соответствующие преференции, это, естественно, Южная Корея. Это 1955 год, то есть через, с некоторым, не очень большим лагом после Японии, Тайваня и Сингапура. А последняя страна, которая получила доступ на Американские революции, это будет Китай. Это была очень сложная история, потому что Манузыду затеял культурную революцию и разрыв СССР для того, чтобы исправить фулл старого начала 30-го. То есть получить от США технологии и революции. Ну, СССР получил в 30-е годы, но его там были сроки. По возможности. И ровно из-за того, что СССР отказывались это делать, культурная революция сильно затянулась, из-за чего и последствия оказались сильно ничем. Изначально как полагает. Но, после того, как 15 августа 1971 года США имели 2-20 веки текун, отказавшись обменивать доллара на золото, сначала Кисельдюй, поехал в Пекин, а потом туда приехал Ричард Микс, последний великий президент СССР. И договорился с Китаем об открытии рынка СССР. И один к одному была повторена схема экономического чуда, что западнее европейского, что и гипотского, что и корейского. Ну, только с приложением на масштаб у Китая. А следующий этап расширения долларной зоны – это развал мировой системы социализма. Это примерно 1988-1989 год, а потом 1991. И вот тут начались проблемы. Потому что после 1991 года в мире нет долларов, и системы не осталось. Кто-то думает, что в Китае нет долларов, а есть только убивание. Давайте отдадим себе еще, что внутренняя система Китая сбалансирована китайскими долларами резьбами. Все попытки Китая создать иудимый спрос, совершить права. Я иду сейчас, чтобы вырезать в эти детали, рассказывая о структурных проблемах китайской экономики. Ну, собственно, на эту тему мы частично обсудили дискуссии с китайской делегацией на Таратовском среде «Диалог цивилизации». Вместе с Петром Агульбовичем есть там соответствующая запись в интернете. Правда, там английский синхрон очень слабый. Но желающие могут попытаться разобавиться. Значит, а сегодня... А именно... Да. Значит, после того, как стало понятно, что расширяться некуда, Запад начал стимулировать экономику путем снижения стоимости кредитов. С 1981 года по 2008 год стоимость кредита упала 19% до нуля. Механизм стимулирования западной экономики закончился. За это время стимулирование спроса дошло до того, что сегодня американские граждане тратят на 3 предлога долларов больше, чем не надо. Каждый клуб. В Евросоюзе на 2,5 предлога. Кредитировать эту разницу можно только за счет росту долгов. Но нужно понимать, что любой долг, он ненуемо заканчивается, как только выясняется, что понедолг не платят, а платить понедолг не могут. В результате произойдет два события очень важных. Верно состоит в том, что активный финансовый систем, который в основном чьи-то долги, в том числе и капитализация предприятий, и капитализация недвижимости, это все стоит что-то только потому, что кто-то готов затратить. Это чей-то спрос и чьи-то обязательства. А эти активы будут падать. У банка, как мы знаем, есть активы и пассивы, то есть их активы и их обязательства. Если активы падают в цене, то обязательства не могут быть исполнены. Это банковинство и на самом деле суд, тюрьма, то есть это сидит. Финансисты не хотят попадать в тюрьму, поэтому ключевой момент, который нужен, им нужен форс-мажор, который позволит списать свои обязательства. Отсюда непреодолимое желание войны, на которое положено в своем выступлении, это чей-то. Второй аспект ничуть не менее важен. А он состоит в том, что у вас сегодня разрушается модель управления экономикой и модель, в которой жили и, в общем, практически все не удивили. И никто не видит, какой должна быть следующая модель. И все помнят, с каким, как болезненно проходил слом модели в СССР в конце 80-х, начале 90-х. Но при этом нужно понимать, что СССР шел, он одну модель, к другу. То есть мы понимали, что мы будем строить капитализм. Вопрос, для чего строить, и нужно ли это было делать, это вопрос активно. Но, по крайней мере, было понятно. Сегодня альтернативные модели виберального капитализма не существуют. Мы не можем сегодня взять и не с того, не с сего начать строить, например, капитализм материальный. По банальной причине. Потому что если мы начнем строить капитализм материальный, не финансовый, то у нас исчезает механизм поддержки спроса, который работает через финансовые инструменты. И построить мы, конечно, можем такой капитализм, но при этом это ведет жизнь в стиле конца девятнадцатого нашего государства. Это будет тотальная нищета. При этом у нас есть 40 миллионов людей, что с душа, что с запуткой Европы, так называемого сухого класса, которые никогда не простят того, что их навсегда, их детей, навсегда пишут привычного комфорта. Это реальная проблема. Никто не знает, что с ней делать. Это самая страшная сегодня проблема для запутков. Куда девать вот этих вот вот, попростил Господи, уродов. Вот. А вторая, второй аспект, второй аспект этой проблемы состоит в том, что экономику невозможно поддержать. если у вас нету спроса, то вы совершенно не можете нормально устраивать сложные технологические цепочки. Если у вас там по ходу сложного изделия 100 тысяч кубик дурущих, и вот от производства, как бы от сырья до конечного изделия, у вас там, скажем, процесс длится 5 лет, то в равных нынешней ситуации вы вытеряете возможность нормального производства. Потому что в том моменту, когда нужно собирать конечные изделия, другое может быть школька, которая там присутствует. А можно выключить телефон? Да, выключите, пожалуйста, А что же там у нас происходит? Вообще телефон, пожалуйста, выключите все. Я вас очень прощу. Вот. Какая-нибудь школька, она может вылезти в цене в 5-10-20. Если у вас нестабильная экономическая ситуация, вы не можете в работе технологической ситуации обеспечить нормальную производство. Мы это хорошо видим сегодня по разным родам проектов, которые уже не получаются. Ну и еще одна вещь, которая тоже висит. Поскольку сегодня цены любого изделия определяются, пускай и рыночными методами, но через заложенный спрос, то структура цены тихой скажем. И как только соответственно у вас механизм предъявления спроса исчезает, начинается переход сановой структуры в некоторое естественное состояние. Вот это примерное точное то, что было опять-таки в нашей стране в начале 90-х, когда мы неожиданно обнаружили, что автомобили стали относительно дешевле, а квартиры невероятно дороги. Ну да. И все эти механизмы, они не дают возможности рассчитывать на то, что удастся просто так. Если будут леса, и все-таки выскочат. Ну, собственно, теперь украинцы. Ключевой вопрос в этой ситуации. Может никто не будет выжить за счет других? Можно ли сделать так, что соответственно не все рук, скажут Соединенные Штаты Америки выжат за счет кого? За счет кого? Совершенно единственный круг который можно выжить это Евросоюз. Германии его не оставят. Германия слишком слабый. Причем слабый и экономически, потому что в Европе и Германии там меньше чем в Европе и Китае и США пять раз. И потому что в Германии нет политического субъекта. Ситуация идет схват между Китаем и США за замки Европы. Все мы знаем два этих проекта. Один называется Американский зон свободы катакомля. А если его реализовать, то в Западной Европе превратить в Западной чтобы при Палтике и в Восточной Европе. Полная деиндустриализация. Европа станет так штат Америки просто таким вот подшим субъектом спира. А у Китая свой проект называется Новый Меликий Шелковый Путь. Соответственно все другу вставляют палки в колесы. Китай с Номбином и там другие мировые приходят с Семьми Меликий Шелковый Путь. Мы видим у них цифры. Смотри проект. Первая это Украина то есть на входе Великого Шелкового Пути в Юросоюз. Второй это Кавказ. И третий это Батрукмед Люди Стал. Они пока не задействованы но можно смело сказать что задействованы. Что получится это вопрос служит почему потому что Соединенные Штаты Аферики попадают в ту самую ловушку которую они никак не ожидали они сегодня планируют некое действие и запуская соответствующие механизмы в тот момент когда они уже запущены и в общем практически не остановили что у них уже нет ресурсов в этих процессах в результате они выходят из-под контроля но история с этим самым ИГИЛ в этом смысле очень показательная то есть может быть некоторые СССР считают что ИГИЛ контролируют но на самом деле это не совсем так и в этом смысле ИГИЛ конечно с большим должностью ударит по Израилю что есть план но теоретически может еще такое что совершенно не планировалось в этом смысле да проблема Украины это проблема которая может быть решена только на верхнем уровне на уровне верхних политических Кавастан кто бы себе представить что это было бы в Соединенных Штатах Увелики что касается другого варианта то это возможно только сгуба между Россией и Ватиканом на такие условия условно говоря правый сектор и ополчевцы Юго-Востока вместе берут Киев то есть ничего а благодарность за оказыванную поддержку ополчевцы отпускают Галицию вместе с правым сектором в свободное отдельное государство а Украина остается относительно целая без границы и без крови вот это единственный вариант при котором Украина может быть миром все остальные варианты это продолжение гражданской войны потому что это может среди международной гражданой собственно на этом я уже и заканчиваю потому что безумвизация в детали то нам показать в детали у кого все направлены а это уже очень порядок увеличивает сколько времени значит что можно сказать сроки скорее всего ключевой момент это обвал финансовых по мнению специалистов по мнению специалистов по фондову я не являюсь это произойдет не позднее конца 15 года есть некоторые косвенные признаки которые указывают на то что это может произойти уже эту осень ну собственно объявление китая конференции в ноябре перед саммитом отец ослес сразу саммит отец 10-11 а это 21-21 ну короче китайцы назначили это совмещание на конец ноября из чего стратегии по стратегии да и они скорее всего именно этот момент используют для того чтобы объявить о своем переходе в активную позицию то есть они уже считают что вероятность обвалу до этого момента крайне великан потому что объективно точка перехода китая в активную фазу это обвал рынков почему как только обвал рынков обе западные силы которые сегодня играют это бывшая элита британской империи Виндзера и соответственно имперская часть Соединенных Штатов Америки Ниаколи резко проседают потому что они решаются вот это эмиссионное долг конкурса и начинается резкое ускорение процесса фрагментации мира выигрывают зато те силы которые заинтересованы в этой самой фрагментации то есть это континентальные элиты Европы кандидат о которых тот самый Ватикан о котором я уже говорил это изолицианистов Соединенных Штатов Америки опять-таки есть косвенные признаки того я писал что Соединенных Штатов Америки очень усиливается у республиканцев которые выигрывают выборы этого кода шестнадцатого очень усиливается изолицианист как а изолицианист это как раз и есть региональные черти элитарской элиты которые всю имперскую брифию туда скинут предварительно договорившись с теми кого они будут считать региональными жандармами то есть теми как пусть и можно договаривать с обвоками конторы если говорить о Брежнем Востоке там есть четыре страны которые теоретически могут на это претендовать но две из них не внутри это Турция и Иран они как бы не будут влезать совсем внутрь есть две страны внутри это Израиль и Египет не не снижают что именно холодно президент по Египет там эти древности снижают Мы опередили мой второй вопрос. Вы сказали о том, что любой, я цитирую, любой идиот не идет в порядок, когда открыты рынки. Я бы, может быть, сделал поправочку в любой променаж. Я прошу прощения, для нас рынки не открыты, во-первых. Во-вторых, они совершенно не собираются проводить порядок. У них цель руководства правительства Центрального ранга – это исполнение инструкций городов. У меня, наверное, эти инструкции, они и качественные исполнения. Мы имеем никакого отношения к делесам ни России, ни для каждого. Спасибо. Вот так вот. Спасибо. Микрофончик, вылезай. Есть еще вопросы? Да, да. Пожалуйста. Михаил Леонидович. Михаил Леонидович. Михаил Леонидович. Дело в том, что, если действительно мировая экономика пришла к деликовой составляющей, что только долларовая составляющая определяет все, то практически другой нет. И европейская, и юань в сговоре находятся, и все остальное. То есть тупик. Нет системы развития, нет системы конкуренции, нет никакой системы. В то же время, в те же самые 70-е годы, ну, собственно, зрителями чего на театральной сцене МЕЛ мы сегодня являемся, запущена теория хаоса в прямом варианте как политического и получения элементов из этого. Так и в вариантах взаимоотношений экономик между друг другом. Я говорю, а не ролевые игры какие-то играются, но все равно это привязано в том. Так вот. Нету ли варианта такого, что будет более плачевный сценарий? То есть планировщик не сможет поддержать ни политическую ситуацию, ни экономическую. Значит, во-первых, это планировщик нету. Можно было до какого-то времени считать, что мировая финансовая лица, которая есть в коллективе. после июня 11-го года, после дела с Трускана, мировая финансовая лица раскололась как минимум на две большие группы, которые, в результате, стали еще жестко прокрутировать. И в этом смысле все идет достаточно стихийно. Кстати, в этом смысле политика Китая, она тоже на самом деле предполагает, что обвала такого масштаба не будет. На самом деле, китайская экономическая мысль в этом смысле повторяет западную экономическую мысль. И по этой причине, вот Петр Азович говорит, что нет проблем, Китай перейдет на азиатский способ производства и нет проблем. Действительно, можно. Но дело в том, что азиатским способом производства можно сделать канал или великую китайскую систему, но невозможно сделать изделие в высоко технологичном. Невозможно, не получается. И по этой причине, у нас, на самом деле, откат будет очень сильный. Технологический откат. Как его у нас создать, это отдельная тема, я не глянусь. Сейчас на этой теме. Просуждать, у них там есть разные соображения, но это очень отдельный глибный случай. Ну, структурных проблем по Китаю. Потому что, значит, в Соединенных Штатах Америки разводить структурный составляет примерно 25-30%. То есть, иными словами, граждане Соединенных Штатах Америки тратят больше, чем получают на 3-3 миллиона долларов, что составляет примерно 20% АВЛОП США. Эта структура, его ликвидация приведет к падению АВЛОП США примерно в 2 раза. На самом деле, чуть-чуть больше, если бы я правильно считать. Теперь давайте посчитаем, что для Китая. Для Китая, в отличие от СССР, модель версии АВЛОП, это модель разделения экономики страны на два больших сектора. Внутри низкой добавленной стоимостью, в которой сегодня живет примерно миллиард человек, ну, очень условно, и все это по цене. Примерно миллиард человек со средним доходом около 150 долларов в месяц. То есть, условно говоря, 5 долларов в день. Напомню, у них еще и в Китае полтора долларов в день. И примерно 350 миллионов человек, то есть треть, которые работают на западный спрос, который перевоспределяется в рамках этой системы. И у них средний доход, условно, тысячи долларов в месяц. То есть, в шесть раз больше. А если мы хотим перераспределить и, значит, поднять внутренний спрос так, чтобы китайцы внутри могли выбрать то, что производит этот самый ближний сектор, то нам нужно этот раз в шесть раз ревелировать. Ну, примерно до некоторого политика. Сными словами, нужно, условно говоря, да, поднять доходы крестьян два раза и пустить доходы производителей в три раза. Значит, в три раза это с тысячи долларов до, условно говоря, 350. Это означает, что квартиры не будет, машины не будет. И это жизнь советского человека в 50-е годы. Это комната в баранье. В лучшем случае вся семья живет в комнате в коммуналке. Без автомобилей разрывается. Это очень не понравится, вроде бы, подрастом 50 миллионов, но это-то наплевать. А концентрация в китайце справится. А вот что делать с крестьянством? Что такое поднять в два раза доходы? Не кредит выдавать. Ху Цинтао подавал экономику Китая в выдаче необеспеченных кредитов, которые никто не собирался и не мог возвращать. Значит, надо поднять производительность труда в два раза. Поднять производительность труда в два раза – это значит, там, где раньше работал миллиард человек, будет работать полмиллиарда. Попался. Куда девать – полмиллиарда человек. 50 миллионов можно было бы раскидать в Анастрию, в Африку, в Канаду, в Соединенные Штаты Америки, в Мексико, неважно куда – в Сибирь, в конце концов. Но 100 миллионов человека раскидать нельзя никуда. Вот что делать с этим структурным разрывом – абсолютно непонятно. они могут производить еду сами себе при условии, соответственно, что они ничего не будут потреблять при этом. Но тогда другие полмиллиарда, крестьян, они тоже не смогут ничего употреблять, потому что они не смогут поднять свою производительность в два раза. Это дикая проблема, я не знаю из нее их. И при этом обращаю ваше внимание, оценка такая – в шесть раз. Не 25 процентов, как в США, а в шесть раз. Разумеется, Соединенные Штаты Америки, они за счет внутренних резервов поддерживают этот структурный разрыв, поэтому всего 25 процентов. А Китай за счет внешних, и поэтому в шесть раз. Но этого рычага не будет скоро, я не знаю, что они будут делать. У меня есть некоторые мысли, как эту ситуацию можно экономически компенсировать, но все равно там будут запредельные социально-политические проблемы. И это азиатским способом потом, да, потом. Но вот этот вот переход, тут никакой азиатский способ производства не помог. Не знаю, что делать. Вот, и поэтому у меня, в принципе, очень пессимистический взгляд на жизнь с точки зрения Китая. Ну и с точки зрения Соединенных Штатов Америки. Есть только два региона в мире сегодня, которые могут этот кризис пережить без экономического спада. Один, потому что там изначально инфраструктуры не было, это Латинская Америка, а то другое это мы, потому что у нас она полностью порушена. И мы за счет этого можем компенсировать и как бы обеспечить непадение уровня жизни семьи. Но у нас еще и целение маленькое. В Америке нам чуть-чуть повезло. Когда у вас идет такой спад спроса, вам не нужны ресурсы. Произвести вы можете, вы это продать не можете. Ну не нужно уже столько айфонов, не будет их. Майкроссот закрывает бренд-бурки. Не потому что они финны вблюдают, а потому что они понимают, что объем продаж... Ну посмотрите, да, вот эти вот самые телефоны, когда их будут через там 3-4 года, эти телефоны будут менять не каждые полгода, а раз в 5 лет. И соответственно объем производства должен будет упасть в 10 раз. Абсолютно аналогично, по всему остальному. Не нужно другую цифру. В общем, экономическая модель будет меняться радикально. Вот. И в этом смысле, как бы, Петр Абрюштович оперировал, как бы, глобальными силами. Они действительно останутся глобальными силами. Но ресурсы, которыми они будут трубить, будут совсем другие. Быть фабрикой Китай сможет и, как бы, сможет. Покупать никто не сможет. А если покупать невозможно, то тогда для чего это делать? Ну и так далее еще. И на самом деле тут больше вопросов, чем это. Вот я все равно добавлю, потому что речь идет опять вот этот западный взгляд на экономику, производительность труда... В общем, это западный взгляд. Это взгляд нормальный. Для того, чтобы что-то произвести, надо иметь человека, который это потребит. Либо ты сам это потребишь, либо ты кому-то это дашь. Но это все та же модель потребления. Азиатский способ производства, он не требует расширенного воспроизводства. Не требует. Поэтому император, значит, дожил там человек до восьмидесяти лет, император ему большую такую лесную доску, значит, дает и мешок ри... ...казаки... ...ву-у-у... ...ву-у-у... ...ву-у-у-у-у... ...казаки это бонус... ...вали экономии на уровне, муских, кроме вообще нет. Ага. Почему мы не можем переселить людей на землю? А... ...и они поднимут все в свое хозяйство, и всем будет ничего есть, и не надо... ...потому что если переселить людей на землю, то придут какие-то люди... где может быть с пушками, может быть с племенами, а может быть просто с копьями, с луками, и вы будете, соответственно, работать на них, а вовсе не на себя. Ну, это я не знаю даже как. Отлично. Это такой как бы... Ну, вот это его. Нужно понимать, что есть конкуренция, есть мы, и есть мы не состояние, это не состояние казаком, что мы не можем, что мы не можем. Это причем, когда мы должны более-менее расслабиться. У нас, Саша Руки, не затомлены совершенно, не подается. Архаический взгляд, его надо поднять. И по этой причине, ну, как бы, уж много раз в нашей истории, когда мы будем. Вот, сейчас все. В этом смысле, чего? Так ведь только на земле можно найти этот километр, вырастить? Каждый будет казаком. С детства. Забалтываю тему энергетики, прорывных технологий. Россия владеет прорывными технологиями. Я просто хочу... Я буду отвечать. Да. Я просто хочу. Мне нужно уходить, поскольку я в джором, как бы, что-то перерываю отсюда. Вот, у меня еще встреча одна. Сегодня. Поэтому я благодарю всех за внимание. И если можно, мне потом запись предоставить. Вы тогда умерете. Вот, и я хочу сказать еще одну вещь, если не заставить. То есть, у меня как раз исходят в логике здравоохранительства. Абсолютно. Я ужасно не люблю нарушение правил предрогома, когда любая современная наука, она платит на сущности сверху всякой мере. Современная экономика, может быть, объяснена достаточно просто. И вот это не нравится. Но я четко понимаю, что мы это человечество совершило. Некоторые ошибки, когда мы отожгли от некоторого магистрального типа, которому мы шли в несколько тысячелетий экономических. А либо мы должны вернуться назад, либо мы должны каким-то образом вернуться на этот магистральный путь в спорте. Если мы вернемся назад, это очень сильное падение уровня жизни, очень сильное падение численности человечества. Потому что на старых аналогиях мы такое количество людей просто не проходим. Если мы возвращаемся сбоку, то мы должны придумать, как это сделать. Мне кажется, это важно. Другое дело, что нужно понимать, что пока мы сейчас буквально вот в эти дни входим в ситуацию, при которой несколько очень крупных групп будут пытаться сохранить для себя статус ВО за счет других. Подобращаю ваше внимание. До сих пор логика глобализации была очень простая. Если вы говорили глобализователем, кстати, что СССР, что США, когда были две системы глобализации. Если вы вступите к нам, то общий объем продукта, который мы будем производить, увеличится. И при этом мы вам дадим кусок больше, чем вы можете произвести самостоятельно. И поэтому вам это выгодно. Единственное, что вы теряете, это право выгодно. И все в общем соглашаются. В частности, Россия получила право свободно продавать энергоресурсы, причем в рамках ценовых пропорций, в которых цены на энергоресурсы много выше, чем они должны были быть в более-менее равновесной экономике. И элита разнести на эту сделку согласен. Сегодня эта модель закончилась. И больше никто делиться не будет. Что ситуация на Украине, что ситуация на Брежном Востоке, что какая-то агрессия фактически политическая пока на Россию не устанавливает. Это все одно и то же. Это попытка спасти свою школу за счет нашей. Ну, не важно, там, Украинской, Анапской, еще кто-то. Вот эта ситуация, в которой мы будем жить в ближайшие десятилетия. И поэтому любые красивые конструкции, они даже, может быть, имеют право на существование когда-нибудь АТО. А сегодня наша задача не допустить, чтобы они выскочили за наш счет. Пока это возможно. Пока. Если мы этот момент пропустим, то это будет очень плохо. И таких вот спорящих не будет. Чем отсекать? Что отсекать? Что не допустить в тит, чтобы они за наш счет. Это, ну, как бы наша задача влиять на нашу власть. Потому что никто больше, если мы решили принять и будет. Сменить власть в нашем регионе. Мы должны влиять на тех, где... В общем, ваше внимание, что наша власть в замаслении буквально несколько месяцев сильно поумлила. Сильно что? Ну, на самом деле, не то, чтобы она кумулировала. Ну, у ней так быстро нельзя. Потому что она перестанет закрывать глаза на некоторые обстоятельства. И абсолютно в логике бытия определяется она. Ну, соответственно, выступление Обамы на киносамблее Олгии, и заявление Ходорковского о том, что он готов стать президентом, то это, выражаясь фразой, значит, из острова. Закрою ее, это черный инвек. Больче тут дали, черный инвек. Все, парень, тебя больше не будет. Мы принято решим. Вот как в США попозже висит Иванович в Пекин при решении, по Венугуручу, что-то не будет. Все, скрипачки не уехали. Так и тут. И нету другого выхода, да? Либо мы что-то делаем, либо нас расчленят, разделят, и будут высасываться. То, что... Хотя они политикой занимали. Все. А вы за что? Ну, такие самые националисты. Они против либералов. Значит, ополчевцы, дарь, Донбасса. А они против кого? Они тоже против либералов. А в результате развели так, что, значит, одни борцы с либерализмом уничтожают других борцов с либерализмом. На радость кому? Либералов. Вот в эту же ситуацию в эту ситуацию тянут Россию и в большой войне. В ту же самую ситуацию тянут Россию и в большой войне. Что я имею в виду? Значит, пока что ни белый, ни англосаксонский и не протестантский президент белых страну, страны, которую создали белые англосаксонские протестанты, уворачивается от непосредственного участия в противостоянии с тем детонатом, который на этом самом главном театре военных действий уже, значит, сработал. Против исламского государства. Против нового халифата. не хочет, не без...